Еще раз будет. Уважаемый Алексей Ильич, вы уже более двух месяцев исполняете обязанности губернатора в Леновской области. Я хочу в первую очередь сказать вам спасибо за организацию нашего визита. Мы сегодня с вами посмотрели замечательное предприятие, посмотрели и соответствующий завод «Авиастар», посмотрели завод «Композит», который изготавливает соответствующий фронт для МС-21 и вообще. Посмотрели над тем, как идет работа над современными материалами. Кооперацию посмотрели с другими предприятиями в стране, включая особую экономическую зону, где непосредственно изготавливается углеродное волокно. Я хочу также сказать о том, что мы посмотрели ваше медицинское учреждение, больницы, обязательно мы окажем содействие тем проектам, о которых вы говорили. Но я хочу спросить у вас, как социально-экономическая обстановка в регионе, что вы рассказали, какими проектами еще живет область. И, пожалуйста, вам слово. Михаил Владимирович, во-первых, большое вам спасибо, что в таком очень сложном и насыщенном тракте вы нашли время, тем не менее, посетить регион. Большое спасибо за то, что будем оказывать большое внимание нашему региону. Я здесь не менее 2 месяцев. Но в проблематику довольно-таки глубоко уже погрузился. В первую очередь, отталкиваюсь от мнения жителей, от мнения бизнеса. Ну, естественно, работаю с муниципальными районами. Проблем очень много. Часть из них, как вы начали решать, конечно, в многом рассчитывали на вашу поддержку. Большое вам спасибо, что сегодня решение, которое вы приняли, в отношении поддержки системы здравоохранения, и по детской их больнице, и по полюте единомер 1 в части ремонта и оснащения, это очень важно, это укрепит материально-техническую базу региона. Большое вам за это спасибо. Когда мы ехали с вами по мосту, мы видели разрядку, которая расстраивается. Это все результат нашей совместной плотной работы с Министерством транспорта, с Федеральным дорожным агентством. Большое вам за это спасибо. Развязка позволит более глубоко интегрировать мост, а этот мост, по которому реализован один из самых больших мостов в Европе, позволит интегрировать его в транспортную систему области. У нас еще есть несколько таких масштабных планов. Мы работаем с Минтрансом в отношении дороги до Демидовгада, обхода Чердотов, обхода Демидовгада. Мы рассчитываем именно вашу поддержку в дальнейшем. Хотел бы обратить ваше внимание на оползения. Они у нас тут встречаются. Все это результат латины, который они за гонки, что этот комитет всему потихонечку подмывает в правый берег. В этой связи, конечно, нам нужна ваша помощь, помощь Министерства природных ресурсов и Минстроя, в частности проведения исследований и подготовки проектной документации, потому что с этой проблемой регион там не справится. Также хотел бы обратить ваше внимание на систему образования. У нас районы города Ульяновска очень быстро, динамично развиваются, а социалка, как всегда, отстает за развитием. Есть такой объект, сотый лицей. Изначально он был спроектирован на тысячу учеников, сейчас там уже 1600 и очень много заявок на поступление в первый класс. Есть проект, новый корпус именно для начальных классов. Если бы вы его поддержали, то мы же регионы был бы вам очень благодарен. Спасибо, Алексей Юрьевич. В первую очередь хочу также сказать, что очень важно вызывать транспортную связанность. И, о чем вы сказали, мы будем внимательно смотреть на потребности, в том числе связывания Ульяновска с пришедающими регионами, которые вообще в целом позиционировали в стране с точки зрения транспортной доступности, как для пассажировок, так и для грузов. И то, что вы сказали по областям, я предлагаю следующее решение. Мы по возвращению направим сюда министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Александровича Козлова. И также попрошу Иракова Азюлина, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответственно, либо самому, либо представителям министерства, на то, чтобы оценить все последствия, связанные с угрозой возможных областей, сделать большой, серьезный системный рисканализ того, что происходит.